Да-да, Кудря, вы на связи. Сегодня мы возвращаемся к Димашу, и это незабываемый день. Мне написано, что здесь есть эта бешеная нота Ре-8. Ну так, давайте послушаем. Субтитры делал DimaTorzok Димаш 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 Итак, давайте сделаем паузу и поговорим об этом. Начнем с самого начала. Это такое ностальгическое вступление. И этот мотив, который мы слышим через пианино и струнные. Это выбор Димаша. Я думаю, это легкозапоминающаяся и цепляющая последовательность. Это называется квинтовый круг. Он показывает, что будет через каждые пять нот. На клавиатуре это будет выглядеть вот так. Еще пять. Еще. Еще. В этой музыке есть что-то ностальгическое. Какая-то тоска по кому-то или почему-то. И вначале ему что-то вручили. Это что, были цветы? Итак, мы слышали эту нисходящую последовательность нот. А сейчас это идет вверх. Аранжировка двигается в противоположных направлениях. Все как будто бы раскрывается. И чтобы построить это дополнительное ожидание, мы слышим эту басовую часть. С этой хроматической интонацией. И тремоло на скрипке. И потом у нас это долгое затишье. И мне кажется, в музыке каждая секунда тишины длится будто бы дольше. И еще эффект этого внешнего шума. Эти выкрики и шепоты. И это захватывающе. Когда он вступает, слышно только его голос. Здесь нет музыкального сопровождения. Только пианино. И то оно играет уменьшенную версию квинтового круга. А потом после этого у нас припев. И это вступление к припеву. Пай-пай. Вот здесь. Пай-пай. Что значит «это пай-пай»? Через Google просто выходит «пай-пай». Неприглядный, незабываемый день. А здесь это переводится как «дрожайший, незабываемый день». Походу, Google переводит нам неправильно. Получается, пай-пай — это казахское выражение. Типа «ох». В припеве музыкальная текстура сгущается. Здесь у нас уже несколько инструментов. Там даже немного слышен хор на заднем фоне. К этому моменту мы также слышим гитару, которая создает эту движущуюся арпеджированную фигуру над устойчивыми низкими струнами. Это как контраст между постоянно двигающейся вперед жизнью и статикой, воспоминаниями, застрявшими в прошлом. И на этой арпеджированной фигуре мы слышим пианино и гитару. Он использует такое ровное количество воздуха. Здесь только воздуха. И мне нравится, когда воздуха много, потому что это звучит более эмоционально. И потом Димаш повторяет эту строчку из припева. И здесь у нас есть эта интересная гортанная смычка. Это такой типа взрывной звук. И здесь у нас есть эта интересная гортанная смычка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь он начинает использовать свой головной голос. В этом отрывке Это вот здесь. Я буду самым счастливым в мире, если судьба приведет тебя ко мне. И это очень подходящий момент, чтобы держать за руки своих фанатов. Такое не каждый день увидишь, ведь эта позиция точно не для пения. У него же диафрагма отрицательно раскрыта. Зато он сделал этих людей счастливыми. Музыка до сих пор такая сдержанная. Там было пару заметных моментов. Первое — это Димаш. Второе — это современный бит. Я не знаю почему, но это напоминает мне Матрицу. Здесь такой же бит. И струнные. А может быть у них одна и та же нота? Я заметил, что там на экране слова песни. Это для того, чтобы аудитория могла петь вместе с ним. И здесь еще этот замечательный хоровой эффект. Хор придает это чувство духовного единения. И тут такой сочный аккорд. Хорошо, давайте продолжим. Это начинает звучать так, будто Димаш срывает с цепи свой оперный тенорный голос. А это труба. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я в ожидании этой скандально известной ноты R8. Ее еще не было, но я думаю, она близко. Меня порадовало, что он опять подошел к фанатам. У каждого из этих людей будет свое уникальное видео с Димашем. Сейчас он использует свой мощный грудной голос. Здесь он поет не особо высоко. Вот пока самая высокая нота. Он вообще в целом пока ведет себя очень сдержанно. И я не удивлюсь, если он сейчас как жахнет этой треклятой нотой. И здесь была еще эта труба. И вот эти ноты. До, фа, си, бемоль. У нас опять этот квинтовый круг. Здесь была эта высокая нота до, которую я называю супер-теноровый момент. Но потом у нас это ритмичная вариация. Как будто там несколько Димашей. Вернемся к ритму. Это гемиола. Ритмический прием, при котором трехдольный метр изменяется на двудольный путем переноса акцента в такте. А потом у него смешанный голос. Это по большей части его головной голос. Но он смешан немного с грудным голосом. Отсюда здесь это дополнительная мощь. Если взять простого смертного, например, меня, и я спою это так же, у меня получится полный грудной голос. И вот этот его классный эффект после. Ну что ж, давайте дослушаем его до конца. Я жду, не дождусь, эту его ноту. Ну что ж, Извините. В этом же есть такая явная подача. Он забрался сюда. А ну-ка ещё раз. Он забрался сюда. Он забрался сюда. Копать мой лысый череп. Это же абсурд. Он же просто взял эту ноту. И это было смешно. Я не знаю, вы слышали или нет, но кто-то из зрителей тоже свистел и попытался сымитировать Димаша, но это был прям свист-свистом. А потом, через пару секунд... С ума сойти! Что за дичь? Здесь мы еще услышали Димаша Контертенора или Димаша Сопрано. Это был такой чистейший головной голос, без всяких смесей. Я бы даже сказал ангельский. Он любит делать такие вокализации на этом звуке, как мы слышали в Аве-Марии. И в конце он переходит в смешанный голос. Вы слышали, как он переходит в смешанный голос грудного голоса? Он ставит точку с этим воздушным звучанием. Это была просто нелепица. Свистковая нота Ре-8. Спасибо всем за просмотр. Подписываемся и пишем комментарии, что бы вы хотели, чтобы я посмотрел дальше. Пока!